Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в рубрике «Оторо простыми словами». Сегодня я хочу ответить на один из двух вопросов, которые мне задала Дарья. В следующий, второй вопрос я запишу отдельный ролик. Значит, первый вопрос очень часто звучит. Я его, кстати, увидела несколько раз у себя на канале. Он звучит следующим образом. Для меня непонятно выражение «выйти в энергии императрицы». Это больше к поведенческой среде относится или к внутреннему состоянию? И если к внутреннему, то каким образом выходить? Для начала, чтобы ответить на этот вопрос, однозначно я не могу. То есть это внутреннее, либо это внешнее. Мне нужно пояснить, более так развернуто ответить, потому что однозначно я здесь не могу сказать. Для того, чтобы начну со второго. Если к внутреннему, то каким образом выходить? Для того, чтобы понять, в какие состояния нам нужно выйти, независимо от того, какой этот аркан. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно понять сам аркан. Все великие арканы, они имеют определенные свойства и качества. Это всегда про состояние. Ключевые слова, которые мы используем, когда описываем тот или иной аркан, он имеет всегда именно эти свойства, состояние, качество. Изначально мы их должны прочувствовать внутри себя. И далее, в соответствии с тем, что мы чувствуем, это внутреннее состояние, мы начинаем аналогично действовать. Это внешнее поведенческое всегда, как вы описывали. То есть, если мы говорим о любом аркане, и императрица не является исключением, и про императрицу я расскажу чуть позже, более так развернуто. Но если простыми словами ответить на ваш вопрос, изначально то, что требуется, это прочувствовать состояние, которое описывает тот или иной аркан. И далее, на основе вот этих вот своих внутренних восприятий и ощущений аналогично действовать. Это как раз и ответ к вашему второму вопросу. Если это к внутренним, то каким образом выходить? Пример, чтобы это было понятно. Представьте, что вы чувствуете радость и в соответствии с тем, как вы поступаете, когда вы радостны. То есть, как вы выражаете свою радость, проще говоря, она, во-первых, может показываться. Это первое, это улыбка на лице, глаза очень такие открытые, широко распахнутые, блестят иногда. Это вот все выражение вашего внутреннего состояния. И поведенческое, как вы поступаете, когда вы радуетесь. Я не знаю, дети, например, они начинают прыгать. Они начинают активничать. Они начинают, я не знаю, бегать. Когда вы радостны, в состоянии радости, как вы поступаете? Может быть, вам просто хочется кому-то улыбаться. Вот вы идете по улице и улыбаетесь. Просто без какого-то умысла и без выражения какому-то конкретному лицу свое состояние. Вам хорошо, вам весело. Вы просто наслаждаетесь. Внутри можете благодарить. Могут возникать такие ощущения благодарности за то состояние. Возможно, в таком состоянии вы хотите кому-то что-то подарить, сделать что-то приятное. Вот это внешняя среда на основе внешнего проявления вашего внутреннего состояния. Это когда действительно что-то уже в вашей жизни произошло и вызвало вот эту радость. Что делать, когда вы в нормальном, таком спокойном состоянии, ничего не являлось причиной того, чтобы вы радовались. Но вот вам нужно все-таки попробовать, как выйти в это состояние. Что вы делаете? Вы просто садитесь, расслабляетесь, вспоминаете, когда в вашей жизни были радостные моменты. Вот эти воспоминания, они пускай не дают такую яркость, но они вам уже напоминают. Это может быть какой-то жест приятный от вашего мужчины. Либо вам кто-то сказал какой-то комплимент, либо вы получили то долгожданное, что вы хотели. То есть в своих воспоминаниях вы включаете этот процесс, и ваш мозг воспроизводит это состояние. И дальше вы его вспоминаете. То есть мозг дает команду, и вы вспоминаете, воспроизводите в теле. И это пускай не будет такая яркая радость, как если бы она была естественным способом, то есть как реакция на что-то. Но при этом вы все равно можете эту радость ощутить, и в соответствии с ней как раз действовать. Вот это воспоминание, оно и помогает нам действовать аналогично. В данном случае, касательно императрицы, что следует. То же самое. Мы проявляем, вспоминаем, если у нас есть такой опыт, если нет этого опыта, то мы нарабатываем вот эти вот качества, которые соотносятся у нас в данном случае с императрицей. Вначале, изначально мы так или иначе все делаем через состояние. Мы это ощущаем. И в соответствии с этим мы начинаем себя аналогично вести. Это если вкратце. Теперь, если более развернуто и более подробно. Я понимаю, что у меня на канале есть люди, которые изучают Таро самостоятельно. По тем или иным причинам у вас нет возможности пройти курс. Вот. И, возможно, либо вы не знаете какую-то литературу, либо недостаточно. Опять-таки, знание и понимание. Поэтому, прежде чем, чтобы как-то у вас, знаете, сформировалось полное понимание, о каких качествах мы говорим, когда мы проясняем, допустим, аркан императрицы. Чисто, как это, ассоциативно. У нас есть некий такой образ, собирательный образ, который всплывает в памяти. Например, то же самое слово императрицы. Мы начинаем вспоминать великих императриц. Допустим, Россия, Екатерина, как она выглядела, как ее поведение, ее знания. И нам кажется, что именно это от нас требуется. Только потому, что мы не знаем, что значит данный аркан. Чисто, ассоциативно. Если бы вы пришли ко мне на курсы, мы бы с вами разбирали этот аркан, то первое, на что бы мы обратили внимание, это всегда... Почему, опять-таки, я люблю Уэйта. У кого нет, вы можете в интернете запить императрицу. Очень важная символика данного аркана. Не знаю, насколько вам видно, но, опять-таки, вы можете в интернете найти эту картинку. Значит, что такое императрица? Это архетипический образ. Что значит архетипический? Это значит опыт тех людей, которые так или иначе проживали на нашей планете в образе, да, в женском образе. И он собирательный. Есть, как бы это сказать, такая невидимая, да, так скажем, память нашей земли, которая хранит абсолютно всю информацию. И в ней есть вот это вот понимание, да, которое соотносится, допустим, к императрице. Либо если мы говорим архетип матери, что значит? Это значит все те качества, которые соотносятся к роли именно матери. Причем матери не просто та, которая, допустим, родила своих детей. Это может быть все роли матери, даже той, которая там усыновила, дочерила ребенка. Это роль матери многодетной. Это роль матери, которая, допустим, воспитывает самостоятельно своего ребенка. Это роль матери, которая, например, я не знаю, суррогатная, да, то есть любые роли, которые проявляют так или иначе материнство, это поэтому мы говорим собирательный образ. То же самое у нас входит в императрицу. Что здесь за собирательный образ? Для начала мы рассматриваем этот аркан. Здесь у нас есть, значит, женщина, которая сидит на красных пурпурных подушках, и у нее вот здесь вот на камне есть символ Венеры. Абсолютно вся атрибутика, что нарисована, цветовая гамма, все, что здесь нарисовано, это не случайно. Итак, если мы не знаем, объясняю, не все, наверное, а основные моменты, я не буду говорить про корону, про скиптор, который, она держит в руках, а основное здесь, у нее, кстати, одеяние белое платье, на ней нарисованы гранаты. Это не случайно, это не яблоки, это не еще что-то, а это именно гранаты. Почему? Потому что в данном случае, вспоминая о том, что в Таро есть очень много, как бы так сказать, не то, что это наук и искусств, наверное, я уже говорила в прямом эфире, что это содержательные, ну, как бы так сказать, в Таро вложено, да, астрология, алхимия, мифология, очень много, давайте назовем их наукой, да, потому что, ну, я не могу подобрать какое-то слово. И вот одна из них, она связана непосредственно с мифологией. Вот в данном случае, здесь вот эта вот женщина, да, у нее есть корона, императрица, это богиня Димитра. Я буду говорить, поскольку мы говорим про мифологию, да, так как имена звучат на греческом языке, почему? Потому что я не знаю, как это правильно ударение ставить по-русски, потому что я все-таки мифологию случайно, ну, знакомилась с ней по-гречески. Значит, богиня Димитра была, здесь заложен миф, известный о похищении Персифоне, ее дочери. Значит, богиня Димитра, это известная богиня плодородия, да, здесь она взята за основу, которая, у которой была дочь, да, известный миф, если нет, можете в интернете его посмотреть, у которой была дочь, которую звали Персифон. Один прекрасный день, когда она собирала вместе со своей матерью цветы, появился бог подземного царства, по-русски его зовут Аид, по-гречески он называется Адис, и похитил прекрасную Персифонию. Конечно же, в этот период, согласно мифу, Димитра очень сильно переживала, а поскольку она переживала, она не давала, ну, то есть не вкладывала свои прямые обязанности, да, то есть смотреть, следить, чтобы земля была плодородной, чтобы все цветы цвели, чтобы зелень была, да, то есть все, что связано с экосистемой, да, она на это не обращала внимания, так как она оскорбила, переживала и искала свою дочь, не могла ее найти. Конечно же, в какой-то период времени, согласно мифу, Зевс, Зевс по-гречески, обратил на это внимание и понял, что что-то с землей происходит не то, да, то есть животные умирают, люди голодают, происходит всевозможное бедствие. Призвав своего помощника, как он называется, тот, который передает сообщение, это значит, по-русски, по-моему, это Гермес, по-гречески это Эрмис, крылатого, да, своего вот этого, крылатыми сандалями, боже, я даже по-русски не могу высказать это, информатора, узнал, да, задал вопрос, что происходит, на что ему Эрмис сказал, что вот бог подземного царства, Аид похитил дочь Димитра Персифонии и женился на ней, на что, конечно же, Димитра очень расстроенный и она хочет получить свою дочь обратно. Тогда, чтобы выстроить какое-то равновесие, приказал, значит, Зевс Гермесу, чтобы он вернул Персифонию на землю, что и сделал, в принципе, Гермес спустился в подземное царство забрать Персифонию. Но прежде, чем это случится, очень хитрый и очень умный Аид, он предложил Персифоне съесть фрукт, да, известный фрукт гранат, на что перед уходом Персифония, конечно же, согласилась, она съела гранат и они уехали. Но подвох заключался в том, что тот, кто испробует еду из подземного царства, привязывается к нему. Когда вернулась Димитра Персифоне к своей матери, она рассказала ей о том, что произошло, конечно же, с одной стороны Димитра очень обрадовалась, а с другой стороны она понимала, что ее дочери снова придется вернуться. А поскольку Зевс знал, что когда Персифон снова вернется в подземное царство, Димитра будет очень сильно переживать, чтобы найти решение на то, он являлся богом всех богов, он придумал следующее, что две трети Персифоне будет находиться на земле вместе с своей матерью, а одну треть та, которая относится как раз таки, как он соотнес, один месяц соотносился к одному зернышку граната. Вот сколько зернышек она съела, столько месяцев, она и должна, это как раз таки одна треть, она и должна была проводить со своим мужем в подземном царстве. Вот в принципе про это говорится миф, поэтому здесь гранат, кстати, граната это олицетворение, особенно на Востоке, это олицетворение брака, поэтому и было предложено от Аида непосредственно Персифонис есть именно этот фрукт. Для кого-то считается яблоко, для кого-то считается гранат, поэтому не случайно здесь у нас изображен гранат. Исходя из этого мы получаем, что у нас императрица это вот мать плодородия и экосистемы всей непосредственно, да, и плюс ко всему знак вот этой вот преданности, любви к своей дочери, невзирая, допустим, на свои какие-то обязательства, да, как богиня, то есть она скорбила, когда она теряла свою дочь на одну треть, когда она уходила в подземное царство Каиду, то есть здесь вот оттуда берется вот этот вот смысл материнства, да, то есть у нас что получаем плодородие, так как это Димитра, материнство, опять-таки, так как она являлась преданной и очень любящей матерью, да, для своей дочери, это уже два качества, и третье качество, у нас здесь выходит, как раз-таки, символ Венеры, а символ Венеры у нас непосредственно связан с сексуальностью и с выражением, проявлением своей женской природы, далее мы видим вот здесь вот есть речка, да, что нету речки этой на органе императора, это говорит о том, что эта фигура, да, эта женщина, и все женщины, как правило, они очень эмоциональны, они ставят эмоцию над рационализм, в противоположность, например, императору, где там наоборот нету речки, она высохла, она очень тонкая, когда император, наоборот, рациональный ум ставит выше эмоционального, да, вот, конечно же, здесь еще есть много, куча всего, всяких символов, я не буду сейчас про это рассказывать, это вот один из показателей того, что очень важно обязательно с наставником изучать, вот, я уже не буду вам углубляться по древу сферот, что это означает, да, именно путь далит, да, где он расположен на древу сферот, именно вот этот вот аркан, и какой смысл он несет, но я хочу вам рассказать, чтобы вам было понятно именно ключевые слова, да, то есть мы привыкли опять-таки, почему я это говорю, потому что если кого не спросишь, все говорят, допустим, про императрицу, это про изобилие, про плодородие, а какие еще ключевые слова есть, здесь мы не знаем, а если мы не знаем, какие ключевые слова, значит, мы не знаем, какие качества нам в себе нужно выработать, для чего, вот это вот и есть, войти, в императрицу, войти, вот в эти состояния, в эти качества, и из этих качеств действовать. и так, небольшое описание, я постараюсь кратенько сделать такой обзор по этому аркану, значит, по императрице, человек не учтет в окружающем мире красоту, гармонию и любовь, про это нам напоминает Венера, далее, У человека есть дар конструктивного общения с людьми, дипломатические способности и умение мягко управлять коллективом, воздействуя на этику и эстетику общественного подсознания. Откуда это берется? Опять-таки, из понимания красоты. Откуда у нас берется коммуникация общения? Потому что женщина, она всегда в минусе болтлива, в плюсе, она достаточно разговорчива коммуникабельна. Идем дальше. Она щедро делится с окружающими материальными благами и эмоциями. Эмоции у нас, тарика, о которой я говорила, это очень важно. Материальные блага от богини Деметры, да, что вот она как раз-таки, почему именно материальная? Потому что природа это проявление, все, что связано с материей, именно блага. На что у нас здесь указывает колоссия, которая находится впереди, вот здесь вот это, вот это как раз к отсылку к плодородию. Искренне сочувствует и поддерживает, вот поддержка, сочувствие, это материнские проявления качества. Человек зрелый, да, способен управлять жизнью с пользой для других. Это опять-таки материнские качества, то есть мы понимаем, откуда, теперь, да, так как я объяснила, у нас уже становится понятнее, откуда и что мы берем, какие ключевые слова. Цель двигается уверенно, проехать может везде, но двигается при этом как культурный танк, спокойно, размеренно и грациозно, то, что соответствует именно женской природе, именно уверенность. В минусе здесь может быть завышенная самооценка, это если в минус, да, по этому аркану, но в плюсе, если мы говорим о императрице, это женщина, знающая себе цену, она уверена, поэтому, если нет внутренней уверенности, да, вот этого вот внутреннего состояния, вы уже не находитесь в аркане императрицы. Спокойствие тоже соответствует, да, размеренно и грациозно, всегда точно знает, для чего ей нужны деньги, но не позволяет им взять над собой власть. В минусе, конечно же, здесь меркантильность, то есть умение, хозяйственность, вот это вот как раз и женские качества. Уравновешенность, миролюбие, миротворчество, справедливость, это все состояния, да, о которых, как правило, торологи не рассказывают, не знаю, не знаю, мне не важно, сейчас мы не про это говорим, чтобы вы понимали, да, о каких качествах мы говорим, да, что важно в себе выработать надежность, преданность, заступничество, прекрасное чувство красоты и формы, элегантность, врожденное обаяние, желание нравиться, очаровывать, соблазнять, это уже у нас Венера пошла, много энергии, да, талант, не замечать негативные стороны, это женская мудрость, она испытывает потребность в комплиментах, опять-таки, обращаю ваше внимание, если вы не умеете принимать комплименты, а почему мы не понимаем, потому что у нас заниженная самооценка, с этим надо работать, которая выражает оценку ее усилий быть привлекательной, умеет красиво принимать ухаживание, да, то, что я говорила, и подарки открыто для любви. На физическом уровне императрица это рост, плодородие, материальные результаты, значит, как минимум, финансы у вас должны быть, неважно, с какого источника вы зарабатываете, либо вы получаете через подарки. На эмоциональном уровне это творческие способности, художественные и артистические таланты, это на уровне эмоций, на уровне разума это богатство, то есть в голове, это богатство идей и изобретательность, и на уровне сознания это познание нового, то есть даже если мы опустим все, что я сказала, и возьмем вот этот вот последний абзац, да, на разных уровнях, то вот эти вот качества просто нам необходимы, то есть умение постоянно идти в нечто новое, отсюда мы говорим развитие, потому что здесь это третий аркан, тройку у нас всегда про преумножение, если мы возьмем опять-таки знания из нумерологии, то что тоже вложено, да, в великие арканы. Далее, конечно, здесь можно и дальше говорить, да, о хозяйственности, как обычно, да, в принципе говорят, но вот про остальные качества не упоминают. Очень важный момент наслаждаться земными чувственными удовольствиями, про то, что вот мы именно забываем удовлетворять свои эмоциональные потребности, а именно желания, умение выражать свои желания, умение получать то, что мы хотим. Так, что еще? По Венере у нас здесь природа императрицы наделяет человека такими качествами, как предсказуемость, человеку не нравится, когда что-то не умещается в его планы и что-то нарушает уже сложившуюся систему. Страх, страх, который, кстати, если всплывает по императрице, это страх бессилия, да, это когда человек опасается, что когда-нибудь перестанет быть тем, кем он является, перестанет быть красивым и интересным как внутри, так и снаружи и окружающий мир рухнет ему на голову. То есть, вот это вот именно красоту, да, своей души и внешнее, да, проявление через действие, то, что мы говорили, поведенческое, вот это самый большой страх по аркану императрицы. Вот исходя из того, что я сказала, да, кто-то может из вас даже законспектировать. когда ты понимаешь вот эти вот свойства, вот эти вот качества и это не предел, да, этих описаний, если можно копать, опять-таки, связываясь к кабалу, еще глубже, здесь у нас расширяется еще как можно больше знания и появляются теневые аспекты. Нам сейчас не важны теневые аспекты, а вопрос звучал следующим образом, да, как выйти. Вот именно вот эти качества, которые я озвучила, над ними надо работать. А теперь представьте, если бы Тарола, который делает расклад, точно уточнял, да, что значит не выйти в императрицу, вот это вот слово бросил, и человек, не ведущий, не знающий, да, слушать, он сидит и думает, что же это за императрица, какие качества. А если бы человек взял хотя бы точечно, да, в трех-четырех словах в контексте, опять-таки, мы всегда в контексте расклада берем, мы не берем все эти ключевые слова, а именно в контексте. Начал говорить, что, допустим, не хватает там проявления, во-первых, повысить свою оценку, да, стать более эмоциональным, более выразительным, более общительный, да, более дипломатичный, уметь добиваться того, что ты хочешь, да, уметь тратить на себя, любить себя, принимать подарки, принимать, если бы вот такие слова звучали, они, конечно же, сто процентов были бы понятны, для слушателей, и тогда расклад, он был бы более такой вот обогащенный. А теперь представьте, 22 великих аркана, в каждом аркане, если есть такие ключевые слова, как я уже говорила, допустим, там про дьявола, да, либо про колесничего, либо про мага, потому что про мага, как правило, мы говорим, манипуляция, все, больше ничего. На самом деле, это достаточно, ведь поверхностная информация, очень много более глубоких знаний и качеств, которые есть. Что нужно сделать? Подытожу и скажу, исходя из того, что озвучила, выписывайте себе список, смотрите, из этих качеств, каких у вас не достает, вы начинаете внутри себя ощущать это состояние, что значит именно вот это вот состояние принятия комплиментов. Вы представляете, как вам, допустим, говорят приятные и теплые слова, как вы внутри себя ощущаете. И далее вот сохранять, старайтесь находиться в этом состоянии, и из этого состояния общайтесь с другими людьми. И вы посмотрите, чем больше вы будете фокусироваться на это состояние. У каждого оно будет свое. Я не могу вам описать словами, потому что это состояние. У меня все время сложно описать состояние. Вы прочувствуете, и желательно, даже если вам не говорят комплименты, если вам не договорят приятные слова, но вот это вот состояние, оно у вас записывается внутри, и вы фокусируетесь прям осознанно в течение дня, либо несколько дней забыли, вспомнили, опять ощутили, отпустили. Вы постепенно нарастаете, нужны, наращиваете внутри себя нужные вам вибрации. И тогда у вас, что получается как результат? У вас повышается самостоятельно ваша самооценка, не кто-то вам ее повышает, а вы привыкаете к этим ощущениям, которые есть внутри вас. И тогда, будучи постоянно в этих состояниях, как можно дольше, и привыкнув к ним, точно так же, как, допустим, пессимисты, они привыкли во всем видеть вот этот вот негатив. Это ведь привычка, либо наоборот, люди позитивные. Это ведь привычка тоже, когда человек себя настраивает на эту волну. А теперь представьте, вы берете какое-то качество и настраиваете себя на эту волну, и стараетесь как можно дольше дней пребывать в этом состоянии. Вот это вот и есть. То есть здесь выйти в оператрицу, это показатель, еще раз скажу, состояния. То есть вы звучите, фоните в пространство вокруг вас энергетически. Почему? Потому что мы, ну, примерно, по-моему, пять процентов только вербально общаемся. Все остальное, ведь мы считываем друг с друга невербально. Поэтому вот это вот состояние, оно нужно для того, чтобы вы им фонили, чтобы вы им звучали невербально. То есть вас человек ощущал не словами, не внешне, да. Здесь не про то, чтобы накраситься и быть ухоженной. Нет. Есть люди, которые могут быть в кедах, джинсах и футболке, но при этом вот ощущается вот эта внутренняя сила, вот эта вот внутренняя сила императрицы есть. Они ощущают эти энергии, эти состояния внутри себя. Если вы их спросите, они вам могут описать, да, в каком состоянии они себя ощущают. Вот это и есть работа над собой. Блин, так много наговорила, но у меня не получилось короткий сделать именно анализ этого аркана. Почему? Поэтому я его и откладывала так долго, потому что очень много информации по нему есть. Вот. Выдохну. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Оставляйте свои вопросы. Если вам нравится эта рубрика, мы будем ее продолжать. Я с огромным удовольствием буду делиться с вами то, чем знаю, то, чем владею. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok